Итак, добрый вечер, уважаемые слушатели. Всем приветствия от Центра Специалист. Мы начинаем наш семинар. Напомню небольшое вступление о том, что семинары в нашем центре проводятся регулярно. Они, как правило, имеют определенную тематику. Сегодня тематика нашего семинара заявлена как нововведение и возможности, которые отличают продукт под названием Табло. От ближайших конкурентов, его особенности, нюансы и интересные возможности, на которые стоит обратить внимание, в первую очередь, тем, кто собирается освоить этот инструмент. Сразу хочу сказать, что семинар у нас длительностью 45 минут, то есть это достаточно короткий семинар, но в рамках него, я надеюсь, нам удастся обсудить что-нибудь действительно интересное, стоящее. И, тем не менее, семинар ориентирован, в первую очередь, конечно, на тех, кто с этим инструментом собирается только начинать работать. То есть семинар не предназначен для профессионалов, для тех, кто уже давно и серьезно знаком с этим продуктом, а именно для тех, кто особенно планирует пойти на наш курс, который будет в ближайшее время, на следующей неделе, курс Табло базовый. И хочу сразу сказать, что в нашем центре мы фактически стартуем это направление. Надо было это делать, конечно, раньше, но так получилось, что только сейчас нам удалось запустить этот курс с этим инструментом. Ряд причин определенных был, почему мы не делали этого раньше. Я, кстати, немного коснулся этого по ходу нашей встречи. И этот курс будет базовым, стартовым. С него начнется целая цепочка курсов. Я надеюсь, это будет не меньше двух-трех курсов, которые позволят погружаться в этот инструмент глубже и глубже, все с большим набором функциональных возможностей, знакомиться нашим слушателям. Базовый курс он однодневный, и поэтому он не охватывает всех, конечно, возможностей этого инструмента. И поэтому в первую очередь еще раз, Торис, наш сегодняшний семинар будет посвящен основным интересным возможностям этого продукта, причинам, почему его вообще можно использовать и нужно использовать. Ну и, повторюсь, это будет определенная подготовка для тех слушателей, кто у нас планирует попасть на курс, о котором я уже только что сказал. Также традиционно немного о преподавателе направление бизнес-аналитики. Вообще продукт, табло, который мы будем сегодня рассматривать, относится к классу продуктов BI, Business Intelligence. И у нас это направление представлено уже курсами по SPSS, по ClickView, по другим продуктам, в частности, по VRBI Microsoft. И вот табло теперь дополняет этот разноцвет, весь этот букет. Я думаю, что это будет очень здорово, потому что он закроет полностью, практически все лидирующие продукты будут у нас рассматриваться. Меня зовут Яков Михайлович, фамилия моя Васина. Информацию обо мне можно найти на сайте Центра Специалист. И, собственно, как я сказал, мы стартуем это направление, и мне выпала честь представлять его, поэтому немножко расскажу о себе. Основное мое направление применения моей деятельности сейчас это аналитика, веб-аналитика в первую очередь. И в этой связи табло – это тот инструмент, который я достаточно давно уже использую, но не преподавал. Веб-аналитика – это та деятельность, где различного рода инструменты бизнес-аналитики широко и давно применяются. И вот в том числе сейчас в связи с ростом объемов данных, которые накапливают и собирают компании, это стало уже практически стандартом, что одними инструментами веб-аналитики типа Яндекс.Метрики и Гугл.Аналитики обойтись уже невозможно. В большинстве случаев к ним нужно подключать тяжелую артиллерию. Кроме того, что действительно у продуктов класса табло есть масса преимуществ. Они закрывают те возможности, которых нет во встроенных инструментах веб-аналитике в частности. Информация по моим сертификациям, соответственно, по моему опыту, есть на сайте, опять же, для тех, кому это интересно. И информация также о нашем курсе тоже доступна. Ее можно найти на сайте специалистов. Собственно, я пока единственный преподаватель, но скоро подключатся еще несколько наших преподавателей, которые уже давно ведут направление бизнес-аналитики. Поэтому курсы будут расти, количество запусков увеличится. Итак, хочу сразу небольшой анонс сделать по поводу вопросов. Естественно, что интерактивный формат у нас приветствуется. Вопросы просим задавать в чате. Сейчас, ввиду сжатости нашего семинара, семинара прямо в режиме онлайн, не всегда у меня получится, возможно, отвечать на эти вопросы. Поэтому в чат просьба их писать, а я, соответственно, потом обязательно выделю время на то, чтобы разобрать их, ответить на них. Ну и еще раз добро пожаловать всем, кто подключился к нам. Возможно, есть какие-то вопросы, уже сейчас, повторяюсь, их можно задавать, бросать в чат и по мере поступления их я их разберу. Итак, несколько слов о самом продукте, самом инструменте. Табло как один из лидеров сегмента визуализации и анализа данных. Такая тема заявлена у нас в нашем семинаре. О себе я уже немножко рассказал. Не буду останавливаться о нашем центре. Я думаю, вы все, кто подключились, уже хорошо знаете. Сразу скажу о том, кому интересно будет тема этого курса. И в целом вообще этот продукт, этот инструмент, это, конечно, аналитики, естественно, это маркетологи, которые вынуждены работать с данными, но чаще всего не используют какие-то сложные математические системы моделирования или визуализации данных. Это специалисты, которые работают с табличными редакторами, то есть всем хорошо знакомыми Excel, Google и другими альтернативами, как средствами анализа данных и явно испытывают какие-то определенные неудобства в связи с недостаточно широкими возможностями именно по анализу данных, по визуализации данных, которые есть в этих инструментах и довольно хорошо реализованы. Но, тем не менее, но еще раз но. Дальше, возможно, мы как раз поговорим о том, какие отличия есть у табло и в чем он выигрывает. Владельцы бизнес, подразделения, руководители подразделения, которым необходимо мониторить ситуацию с показателями бизнеса. Ну и, естественно, просто специалисты по анализу данных. Возможно, это люди, которые работают в областях data science, хотя, естественно, что у них основной рабочий инструмент больше Python, нежели чем инструменты визуализации. Тем не менее, вполне вероятно, что для них это тоже будет очень интересный продукт. Все, когда говорят о бизнес-аналитике, сразу же вспоминают про этот могучий квадрат, результат, который выпускает Гартнер ежегодно. Здесь вы видите 2019 года результат работы этого агентства, в котором мы видим, что условные четыре квадрата заняты довольно большим количеством продуктов на рынке в сегменте бизнес-аналитики. Среди них в правом верхнем квадрате мы как раз замечаем выделенные два далеко опережающих конкурентов продукта. Это как раз Tableau и Microsoft Power BI. И наверняка как раз, когда мы будем говорить о Tableau, скорее всего, мы будем вспоминать о чаще всего именно его ближайшем конкуренте Microsoft Power BI. Поэтому немножко скажу о... Секундочку, сейчас коллеги говорят, что нет изображения экрана. Спасибо, что написали. Надеюсь, что сейчас ситуация справилась. Еще один маленький штришок. Сделаю вероятность того, что изображение пропадет минимально. И вот мы возвращаемся к нашей диаграмме Гартнера, где видим далеко улетающие в небеса Tableau и Microsoft Power BI продукт. Ну и довольно большое количество решений, таких как ClickView, например, Salesforce, который все-таки является больше... Привыкли считать его больше CRM-системой, тем не менее, тоже входит в этот набор инструментов. Нельзя не выделить здесь типка Spotfire. Такой продукт от типа Software очень популярный также. SAS большой спектр продуктов представляет на рынке. Есть игроки, такие как Oracle, Монстры, представляющие тоже набор решений для бизнес-аналитики IBM, естественно, ну и масса других продуктов. Тем не менее, Tableau и Power BI в настоящий момент довольно крепко заняли нишу лидерства. Никто пока, судя по всему, их подвинуть не может. И в ближайшее время не ожидается такого сдвига. И это действительно справедливо, поскольку оба этих продукта по-своему в определенную степень отличаются друг от друга, тем не менее, закрывают большую часть потребностей аналитиков. Ситуация такая была не всегда. Microsoft не так давно ворвался в этот лидирующий квадрат от Tableau, занимало его довольно давно, но, соответственно, позиции менялись. То есть, перестановка мест на этом рынке происходит по-прежнему. И, конечно, конкуренция довольно жесткая. Но можно смело говорить о том, что Tableau точно будет одним из лидеров в ближайшее время без изменений. Собственно, сразу немножко может быть затронуть тему выбора. То есть, когда, допустим, аналитик принимает решение использовать тот или иной инструмент, у него наверняка должны быть какие-то мотивы, причины, почему использовать Tableau, в частности. И наиболее такие яркие и явные причины, конечно, говорят о том, что, например, Microsoft Power BI всем хорошо известен как бесплатный продукт. У Tableau, я немножко расскажу сейчас о лицензионной политике, у Tableau бесплатного продукта нет, есть только триал-версия, но при этом лицензия стоит достаточно недорого, порядка 70 долларов на одну рабочую машину в месяц. И при профессиональном использовании это, конечно, совсем не те деньги, которые могут стать преградой для аналитиков. И при этом одновременно у Microsoft Power BI есть определенные ограничения в бесплатной версии и также присутствует платная версия, которая полнофункционально стоит уже немножко других денег. И таким образом, для того, чтобы войти на рынок, чаще всего стартуют специалисты с этого продукта, но когда понимают, что этот продукт уже не только для экспериментов, а для постоянной работы нужен, то тут уже Tableau как раз рассматривается как вполне разумная альтернатива. Одна из интересных особенностей этого продукта заключается в том, что он, в отличие от решений от Microsoft, например, cross-device, то есть использоваться может как на Mac, так и на PC-компьютерах, что является большим преимуществом с моей точки зрения и с точки зрения многих аналитиков, поскольку традиционно репл-овские компьютеры используются не только для дизайна, но и сейчас для аналитики. И в этом смысле возможность не ограничивать себя какой-то одной платформой это очень важно, особенно в организациях, где работают одновременно несколько сотрудников с наборами данных, где нужны десктопные версии продуктов бизнес-аналитики у многих сотрудников. Это очень хорошее решение, это большое преимущество соответственно Tableau. По поводу цены, о чем я сейчас уже упомянул, можно смело говорить, что это вполне разумные деньги, не очень большие даже для начинающих сотрудников, для джуниоров, ну а тем более для компаний достаточно крупных. Еще одна интересная особенность, она выделяет табло довольно серьезно, это большой набор фактических продуктов, которые представлены сразу же для использования. Это не только решение десктопное, то есть Tableau десктоп это тот продукт, который как раз таки мы в первую очередь рассматриваем в рамках нашего курса, но это и очень интересный инструмент, это отдельное ПО, отдельное десктопное приложение, которое называется Tableau Prep от английского Preparation, то есть это специальный инструмент, который позволяет работать с исходными сырыми данными. Такой функционал в частности есть и Microsoft, например, по RBI, но он вшит внутрь самого инструмента, не представляет из себя отдельного продукта, и возможности у Tableau Prep конечно значительно шире. Не секрет, что большинство данных, с которыми приходится работать аналитику, они как правило имеют в сыром виде большое количество неточностей, пропусков, несоответствий, несоответствий типов и множество других вещей. Объединение данных в одних ячейках, разнесение данных по разным таблицам и ячейкам и так далее и тому подобное. Для того, чтобы вести анализ полноценный и действительно без ошибок, необходимо, чтобы данные были консолидированы и при этом еще и очищены. В большинстве случаев от как раз таки разного рода неточностей, пропусков и так далее. Вот Tableau Preparation как раз таки такой продукт, причем он входит в лицензию, которую приобретает, получает любой владелец собственно владелец лицензионной версии Tableau. Сейчас я сразу вернусь еще раз к лицензии. Для индивидуальных пользователей эта цена 70 долларов в месяц включает в себя не только Preparation Builder и также дополнительно там входит еще Tableau сервера, которым я немножко расскажу, еще Tableau онлайн. Для организации политика лицензирования несколько более гибкая, здесь есть разные вариации, включая тот же самый вариант за 70 долларов на одного пользователя, при этом там есть дополнительные еще лицензии, которые можно купить, которые нужны только тем, кто хочет только просматривать отчеты, для них цена вообще будет 12 долларов в месяц, для тех, кому нужно не только просматривать отчеты, но еще определенным образом подготавливать их, анализировать с определенными изменениями 35, ну и для полноценного доступа, креатор по-прежнему стоит 70 долларов даже для корпоративных пользователей. При этом вернусь назад к продуктам Preparation Builder позволяет данные не только очищать, но и объединять, то есть собирать их из разных разрозненных источников и на выходе получать в абсолютно чистом уже готовом формате наборы скомбинированных данных для дальнейшего анализа внутри продукта самого Tableau. Причем этот продукт Tableau Preparation, поскольку это отдельное, абсолютно отдельное самостоятельное приложение, может устанавливать и использовать только специалист, который занимается именно подготовкой данных, а уже специалисты, которые будут эти данные анализировать, им этот продукт может быть и не нужен, и поэтому он не будет загромождать их компьютер, не будет лишним дополнительным приложением. С моей точки зрения это очень удобно. Кроме того, есть Tableau Server, специальный продукт, который позволяет уже работать организациям с единым местом хранилища, с единым местом хранения данных и одновременно с единым доступом к единому месту построения отчетов. То есть серверная версия Tableau по сути дела может быть установлена внутри организации, но физический сервер будет находиться там, где вам удобно, либо в облаке, либо естественно на серверах, но доступ будет централизованный для всех сотрудников организованный и такой вариант, конечно, интересен для распределенных команд, например, для организаций, где сотрудники работают из разных точек, где нужно делиться данными, например, передавать данные заказчику от исполнителей, наоборот, и так далее, и тому подобное. Очень удобный способ организации единого доступа к всем отчетам и ко всем данным. Ну и Tableau онлайн, инструмент, который позволяет публиковать в частности необходимые отчеты с нужным доступом к данным, давать доступ сотрудникам или подрядчикам, партнерам, которые не имеют доступа к внутреннему контуру системы самой компании, которая ведет анализ данных. Очень гибкий инструмент. Табло Data Management это уже полнофункциональный инструментарий хранения и обработки данных. Ну и Tableau Server Management это уже инструментарий для настройки и работы с Tableau Server. И что интересно, есть еще и мобильная версия Tableau, Tableau Mobile, которая дает возможность непосредственно со своего смартфона получать все отчеты, проводить анализ, выполнять небольшие, но важные изменения в отчетах, квалификации какие-то, крутить данными, как говорят специалисты, причем либо на планшете, либо на смартфоне, это можно делать как на Android платформе, так и на Apple. По сути дела, как вы видите, весь спектр возможностей предоставляет Tableau в рамках одной единой общей лицензии, Tableau Embedded позволяет встраивать решения на базе Tableau ядра в какие-то другие продукты, использовать инструментарий Tableau уже в сторонних продуктах, ну и есть, естественно, отдельно возможности API для девелоперов, для разработчиков, которые умеют и хотят взаимодействовать с аналитическими решениями Tableau, внедряя их либо в свои продукты, либо получая доступ к ним удаленно через API и обрабатывая данные с помощью запросов. Это что касается лицензирования, как вы видите, здесь есть большой ассортимент возможностей, большие гибкости предлагает Tableau, и в отличие от, как я уже говорил, ближайших конкурентов, наверное, ничего аналогичного у конкурентов мы не видим, но во всяком случае, вот в таком объеме, в полномасштабном, полнофункциональном варианте. Что касается использования Tableau, то для всех доступно использование этого продукта в режиме реальной версии, можно скачать готовую полнофункциональную версию Tableau Desktop, в частности, например, которая будет работать 14 дней, попробовать его, поиспользовать, потренироваться на нем, и если вдруг продукт устроил, то дальше уже, соответственно, решение о приобретении принимать. В частности, вот хочу сказать, что еще одним большим преимуществом Tableau является то, что, допустим, для учебных организаций, например, для нашего центра, как академической организации, он предоставляет ключи лицензионные, которые позволяют нам здесь без ограничений работать в рамках нашего курса со всеми возможностями Tableau. Это тоже большой плюс. Они очень активно помогают всем тренинговым центрам, сотрудничают, готовы рассматривать индивидуальные формы сотрудничества и так далее. Очень активные ребята. И если кто-то, возможно, бывал на мероприятиях, которые проводит организация Tableau у нас в России, то наверняка замечал, что половина сотрудников Tableau это наши отечественные коллеги. То есть, несмотря на то, что штаб-квартира Tableau находится в Лондоне практически, ну, я не могу точно сказать в процентах, но как минимум все приезжающие из офиса Tableau сотрудники, они наши русскоязычные коллеги. Это очень приятно, то есть, по сути дела, российские разработчики и не только разработчики очень активное участие принимают в создании этого продукта. Однако, есть и небольшая ложка дегтя заключается она в том, что у продукта есть ограниченное количество языков, то есть, при установке продукта можно выбрать один из языков, которые перечислены вот здесь, и пока русского языка, к сожалению, нет в этом списке, причины понятны, несмотря не потому, что Tableau как-то относится к русскому языку, негативно наоборот, повторюсь, очень активно они проводят мероприятия у нас в Москве, вот совсем недавно, пару месяцев назад я был на одном из этих мероприятий, где очень-очень обширная программа была, действительно, пока еще спрос наверняка не так активно растет в России, хотя я уверен, что в том числе и наш курс, например, и в целом вообще тенденция спроса на такие продукты в России однозначно положительная и возможно в какой-то момент, когда мы наберем какую-то критичную массу пользователей, Tableau однозначно рассмотрит вариант внедрения в перечень языков русского, поэтому надо быть готовым к тому, кто собирается использовать этот продукт, что придется использовать один из языков, которые перечислены вот в этом списке, который я сейчас подсветил, но тем не менее все аналитики знают, что использование английского языка для анализа данных не является критичной проблемой, поскольку в большинстве случаев для анализа данных сам язык не представлен, собственно, в отчетах название осей, название каких-то элементов ты все равно задаешь вручную, а русский язык продукт поддерживает, то есть если вы задаете наименование полей на русском языке в исходных данных, если вы задаете название отчетом на русском языке, все это прекрасно работает, никаких проблем нету, просто сам интерфейс, сам интерфейс он традиционно англоязычный. Но тут еще раз повторюсь, для большинства аналитиков английский язык является, ну или как минимум терминология, она является исходной, основной, и поэтому в большинстве случаев серьезных проблем никто не испытывает. Уверен, что и на нашем курсе мы будем использовать, естественно, англоязычную версию этого продукта, но никаких мы будем анализировать русскоязычные датасеты с стандартными, нормальными, понятными для нас названиями полей, но интерфейс по-прежнему будет оставаться англоязычным. Это вот небольшой нюанс, который мы очень ждем, когда он изменится, и я уверен, что это сделает продукт еще более популярным на нашем отечественном рынке. Итак, в частности хочу сразу сказать, что мы планируем делать на нашем базовом курсе этот курс однодневный. У Табло есть своя программа обучения, но она именно англоязычная, во-первых, и во-вторых, она довольно сложна, то есть она многоуровневая, у них есть даже система сертификации, которая тоже возможно будет интересна, но только уже специалистам с очень-очень большим опытом работы с этим продуктом и с серьезными компетенциями. В большинстве же случаев этот продукт мы рекомендуем использовать даже начинающим аналитикам и даже не обязательно аналитикам, как я уже говорил, это могут быть и маркетологи, и руководители подразделений, потому что настолько удобного инструмента по визуализации данных, наверное, представить себе сложно. ни один из даже перечисленных мною конкурентов такими удобными возможностями не обладает. Это как раз та причина наверняка, которая сделала табло самым популярным, одним из самых популярных продуктов на рынке. Терминология работы с данными несомненно нужна. Любому специалисту, который работает с данными, нужно обладать определенным минимумом каких-то знаний, которые мы обязательно пополняем в рамках этого курса. Обязательно мы затрагиваем тему статистики, поскольку когда мы работаем с данными, несомненно, должны в обязательном порядке придерживаться принципов, правил статистического анализа. В противном случае можно начать принимать решения. Вообще, фактически, табло, конечно, это инструмент принятия решений. То есть, главная его цель это дать возможность специалистам, руководителям на основе визуализации данных увидеть какие-то закономерности, проверить какие-то гипотезы и на основании этих отчетов получить информацию, которая поможет принять правильное решение. Так вот, необходимые минимальные знания в области статистики как раз помогают избежать ошибок при принятии решений. Ну и несомненно источники данных. То, что в табло называется коннекторами, в большинстве продуктов это так, табло умеет работать с любыми источниками данных. То есть, вы можете использовать табло просто как надстройку, как инструмент, который позволит подключиться к любому источнику данных и визуализировать его. Вывести в любом формате, в любом виде, в любых возможных видах визуализации, в трехмерных, двухмерных, круговых, линейных, гистограммных и так далее и тому подобное. Совершенно с любыми источниками. Под любыми источниками я понимаю, в первую очередь, конечно, стандартные и всем хорошо знакомые файловые данные, файловые форматы, это CSV, это Excel, просто TXT-ные данные, это данные, которые подготовлены какими-то другими продуктами, но тоже структурированы, в том числе данные открытых форматов, те, которые поддерживают в том числе Google, Docs, например, и так далее, ну и несомненным бонусом и плюсом является порядка около, ну я видел, по-моему, цифру около 70, но эта цифра постоянно меняется и растет коннекторов к различного рода другим источникам данных, то есть в табло мы можем подключаться к фактически любым базам данных, это данные, это база данных на базе MySQL, это соответственно Oracle, это Microsoft SQL, это PostgreSQL и все-все-все другие виды баз данных IBM Database и дальше по списку. И что еще интересно, очень популярные сервисы и продукты, такие как CRM, например, те же Salesforce, TeraData и ряд других, это тот же инструмент, который все очень любят, это Google Аналитика, аналитики данных могут с помощью табло забыть вообще о функционале интерфейса Google Аналитики, подключаться напрямую к исходным сырым данным, которые хранятся в Google Аналитике и заниматься визуализацией их непосредственно исключительно с помощью табло, потому что возможности табло по визуализации значительно шире, чем возможности у того же Google Аналитика, и когда у тебя есть доступ к исходным сырым данным, тебе уже не нужны никакие инструменты веб-сервисы, и такой коннектор, такие коннекторы тоже есть, поэтому работать с источниками данных мы тоже обязательно будем, основные виды визуализации форматов представления данных обязательно разберем, потому что аналитик или тот человек, который будет выполнять его функции, должен знать, когда в каких случаях применять какие виды визуализации, когда у тебя такой большой набор возможностей, то глаза разбегаются, естественно, здесь нужно иметь какие-то критерии для того, чтобы выбрать правильный инструмент визуализации, мы здесь обязательно это затронем, разберем в каком случае, какие способы визуализации лучше использовать, и, конечно же, мы будем говорить о гипотезах, о построении гипотез и о принятии решения на основе проверки этих гипотез с помощью инструмента Tableau. Это главный, собственно говоря, функционал, который позволяет нам Tableau исполнять, реализовывать и рассмотрим какие-то кейсы наиболее типичные, для этого будем использовать датасеты, которые доступны в интернете, какие-нибудь интересные датасеты с госорганов, датасеты каких-то организаций, которые, опять же, повторяюсь, в открытом доступе есть в интернете, из которых можно вытащить какие-нибудь очень интересные, нестандартные, неожиданные отчеты, уверен, будет весело и интересно. Это то, что мы планируем, соответственно, разбирать в рамках курса. По поводу функционала, и продуктов доступных в табло я уже рассказал. Этот перечень исчерпывающий. Мы будем работать с табло дестоп, но в целом тот, кто освоил этот инструмент, он легко разберется с остальными составляющими этого спектра функционала. У табло множество отличительных характеристик. Мы поговорим только в первую очередь о тех, которые имеют серьезные конкурентные преимущества, тот функционал, который либо в меньшей степени, либо иногда совсем не представлен у конкурентов. Структурирование данных, о чем я уже упоминал, Google Preparation Builder, и не только подготовка и структурирование данных есть как более ограниченный, узкий функционал, но и табло десктоп. Ну и также как раз поиграем с внешними системами, в том числе аналитики. У меня есть доступ к серверам с демо-данными, откуда можно будет вытащить много интересных данных по сайтам Google, в частности, например, и попробовать покрутить это табло, проверяя какие-то те или иные гипотезы. По поводу лицензии я уже рассказал, что это вполне доступный продукт, демонстрационные видео. Для всех, кому интересно будет, кто только слышал о табло, но возможно еще с ним не познакомился, есть на сайте самого табло, очень рекомендую с ними познакомиться, они демонстрируют основные возможности и функциональность этого продукта. В частности, очень, да, вот здесь было показано, многие любят географическую визуализацию, то есть, когда вы можете строить регионы, когда вы можете объединять их по каким-то достаточно простым принципам, когда вы можете все откладывать на картах, причем карта России там тоже присутствует, то есть, здесь никаких значений нету. Вот это как раз коннекторы, о которых я узнал, где можно практически подключая базу данных сам, и так далее, и так далее. Ну и вот, собственно, corporation builder, который умеет объединять данные в частности, ну и так же идет так вот. И дальше уже просто институтации. они самые лучшие установлены. На этом видео я могу перечислить сами посмотреть. сайты, имеющиеся данные для организации для включения интерфейса не позволяет очистить включение и не прибликает. Не придется быть. На что очень субтитрация включения очень очень в основе имеющихся данных есть очень много примеров. это значит это профессионал сейчас и теперь в самом случае на субтитрах на зиму. То есть первое то, что не только в цели там и дальше надо там Продолжение следует... И это касается любых данных. Например, это может касаться объемов продаж, это может касаться объема трафика, объемов заказов, заявок, лидов, закупок того или иного товара. Мы можем посмотреть, как эти данные были распределены на историческом периоде, допустим, на последних полугод, в шести месяцах или в последний год. И потом с помощью предиктивной аналитики попросить табло построить нам будущую тенденцию. И таким образом табло нам покажет, а что будет у нас в следующем месяце, каковы вероятности того, что эти показатели либо увеличатся, либо вырастут, и насколько. Он, понятное дело, не является все-таки бабкой, которая умеет гадать на кофейной гуще. У нее, конечно, данные значительно точнее получаются. Но, тем не менее, плюс-минус какой-то разбег он покажет. Причем это все на основе именно машинного обучения и статистического анализа. И он покажет нам, как минимум, тренд, как минимум динамику, на какое количество процентов изменятся эти показатели в тот или иной период в будущем. И разброс этих показателей плюс-минус, насколько имеющаяся система прогнозирования позволяет эти данные точно спрогнозировать. То есть, руководитель может ответить на вопрос, при нынешней тенденции, каковы будут объемы продаж у нас, например, в марте месяца, если у нас сейчас только январь. С определенным разбросом в минус или в плюс, но, тем не менее, у него будет понимание того, куда идет тенденция и на какой приблизительно процент мы можем ожидать этих изменений. Опять же, если эти изменения будут падающими, то это тоже можно будет увидеть, то есть, соответственно, понять, тренд идет в сторону увеличения, в сторону снижения. И уже заблаговременно, еще там за два, за три месяца до наступления негативных или, наоборот, позитивных событий, можно будет уже начать предпринимать какие-то управленческие воздействия. Этот функционал, он появился уже давно в продукте, но вот, повторюсь, каждый приблизительно два месяца у Tableau выходит новая версия. Новая версия продукта – это, как правило, новая циферка в нумерации самих продуктов. И вот в последних выпусках именно этот функционал очень серьезно был доработан, и вот на конференции, которая была совсем недавно, как раз я задавал этот вопрос, специалисты говорят, что мы будем именно концентрировать усилие на этом функционале, в последних выпусках он будет еще больше расширяться. Так что вот эти интересные моменты, мне кажется, лично это очень важный инструмент для принятия решений, понимания того, что будет в будущем. Хотя, несомненно, надо быть готовым к тому, что это все-таки инструмент прогнозирования на основе машинного обучения, у него есть определенная степень достоверности, конечно, но, тем не менее, всегда интересно заглянуть немножко вперед и понять, чего стоит ожидать в ближайшее время. Ну и сейчас очень популярно такое направление, как growth hacking – это непрерывное тестирование всего в бизнесе для того, чтобы добиваться максимального выхлопа от всех уложенных ресурсов, средств, бить денег и так далее. И вот с помощью табло, как мне кажется, именно постоянное тестирование изменений и, соответственно, достижение роста в бизнесе – это то, что как раз описывается в growth hacking, табло может стать важным инструментом для работы в этом направлении. Мы тоже эти темы немножко затронем, как тестировать что-то, как тестировать изменения с помощью табло. Опять же, вот тут как раз и вот этот вот механизм предиктивной аналитики, который встроим в табло, мы тоже обязательно подключим, рассмотрим его возможности. Ну и, как я уже упоминал, это работать с любыми внешними сторонними базами данных, возможности эти, конечно, не ограничены. Для того, чтобы успешно этот курс проходить, для того, чтобы вообще в целом знакомиться с этим инструментом, достаточно хорошо хотя бы разобраться с базовыми функциональными возможностями продукта. Всем хорошо известного – это Excel, либо Google Docs, он называется Google Sheets. Эти возможности, они примерно одинаковы, базовые и в Excel, и у Google, и у других разработчиков. Есть другие альтернативы, например, от компании Apple, Apple Numbers и другие еще продукты есть на рынке. Вот базовых знаний вполне достаточно, как мне кажется, поскольку для именно базового курса табло расширенных навыков не нужно. А вот уже по окончанию этого курса мы предполагаем, что наши слушатели и вообще, в принципе, специалисты по аналитике обязательно захотят познакомиться и с Power BI, и поглубже узнать возможности Excel, и рассмотреть знакомство с SPSS, очень популярный пакет статистического анализа. Ну и ClickView и другие инструменты бизнес-аналитики тоже будут рекомендованы. Хочу напомнить, что Центр Специалист является учебным центром при МГТУ имени Баумана, поэтому выдает соответствующие свидетельства, удостоверения, а также у нас есть дипломные программы. Мы предлагаем возможности после дипломного образования, постградуэйт, так называемый, то есть те, у кого уже есть высшее образование, могут получить удостоверение о повышении квалификации, диплом после дипломного образования и так далее. Поэтому используйте эти возможности для того, чтобы увеличить ваши шансы для трудоустройства и в целом для переобучения, для освоения новых специальностей. И это то, что я хотел бы рассказать как раз в рамках нашего сегодняшнего семинара. Это основная информация. Хочу вернуться сейчас к вопросам. Я вижу, что они там были у нас. И напоминаю, что кому интересно, можете контактировать с нашими сотрудниками. Телефоны на экране.